Волжский район Поэтому мы окружаем вот таким особенным зеленым кольцом город Самару, район большой, большой в смысле и количество жителей, большой по территории, большой по количеству населенных пунктов, особенно и по составу, так сказать, поселений. У нас 15 поселений, из 15 поселений 3 поселения городского типа, поэтому вот 64 населенных пункта. Выгодное экономико-географическое положение «Благодатная земля» изначально сделали район одним из источников сельхозпродукции для населения областного центра и пригорода. Здесь процветает растениеводство, животноводство и птицеводство. Эти отрасли и определили основные направления производства. По объему сельхозпродукции Волжский район один из ведущих в области. Здесь сосредоточились 2635 крупных и средних предприятий. Их количество растет, а это увеличение волового продукта и новые рабочие места. Кроме того, в Волжском районе очень мощная ассоциация предпринимателей и отлаженные взаимоотношения власти и бизнеса на общее благо. Мы абсолютно находим понимание и с руководством крупных предприятий и обязательно же встречаемся. И сегодня вот мы с ними выработали тактику общения в виде совета, так сказать, работодателей. Главный момент – это момент общения. Когда люди встречаются, люди начинают друг друга видеть и понимать, кто чем занимается, Тут начинают открываться новые пути и возможности взаимодействия. Любое предпринимательское движение, любое крупное производство, оно не только экономически поддерживает территорию, оно в первую очередь поддерживает ее социальное развитие. И поэтому в этом есть необходимость. Такие общие усилия делают Волжский район сильным и привлекательным для инвесторов. Тем более, что такая приближенность к областному центру заставляет держать марку. Следующее направление для работы – развитие агротуризма и туристической зеленой зоны. Но в первую очередь развитие перерабатывающего предпринимательства. Мы считаем, что развитие сельскохозяйственного производства, дальнейшая переработка сельскохозяйственной продукции – это вот как раз перспектива и основа дальнейшего развития всей предпринимательской деятельности всего Волжского района и развития России. Особую репутацию среди предприятий Волжского района завоевала компания «Бекон». Продукцию под маркой «Фон Бекон» хорошо знают не только в нашей области, но и за ее пределами. Они первыми в Самоскобласти начали делать настоящие фирменные ганноверские сосиски по классической немецкой технологии. Сегодня на именовании продукции более 200 – колбасы, сосиски, копчености и новинка – рулеты из свинины, говядины и курицы. Вот уже 22 года вся продукция производится принципиально только из охлажденного мяса, сырье – только местных поставщиков Волжского района. Главный секретный ингредиент – принцип – если кормишь людей, кормить тем, что съел бы сам. Яблоки у нас на постоянной основе идет, без торговых нагрудок напрямую выезжаем и торгуем, так сказать. Ну вот, для жителей нашего Волжского района наша фирма «Фон Бекон» не зря сделала колбасу под названием «Волжская» в своих тех условиях. Потом выпускают также сосиски «Волжские». Кроме колбасных изделий под маркой «Фон Бекон» выпускаются мясные полуфабрикаты, разнообразная рыбная продукция под маркой «Пищевик» и даже свежий хлеб и выпечка. Магазин с продукцией компании «Бекон» в Смышляевке всегда полон покупателей. Продукцию сметают за считанные часы как местные жители, так и проезжающие. Народная слава лучше любой рекламы, но кроме любви потребителей продукция предприятий приносит и бесчисленное множество дипломов и наград самых престижных сельскохозяйственных выставок. Большое, но не последнее достижение – серебряная медаль на всероссийской выставке в Москве «Золотая осень» за колбасу «Московская». Генеральный директор компании «Бекон» Алексей Викторович Никитин по итогам этого года стал лучшим предпринимателем. При этом он депутат собрания представителей муниципального района Волжский, где возглавляет комиссию по сельскому хозяйству и продовольствию при собрании представителей муниципального района Волжский Самарской области. И главный идейный вдохновитель и руководитель ассоциации предпринимателей Волжского района, продукция которых стала уже настоящим брендом. И власть, и бизнес мы должны помогать друг другу. Очень приятно работать с такой командой. Полное взаимопонимание у нас во всех отношениях. И бизнес, и власть, они должны идти вместе. Мы работаем, и дальше будем работать, и дальше будем объединяться. Постоянное совершенствование, развитие и желание на совесть работать для людей – то, что сделало продукцию компании «Бекон» символом качества. То, что помогает двигаться вперед, осваивать новую продукцию и расширять рынки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Жить в селе тяжело, только если не умеешь работать. Трудолюбивому уже напротив открыты все возможности. В семье Кузнецовых труд в почете. Все работают в семейном бизнесе. Под брендом «Ветерок». У Кузнецовых в подъем Михайловке известный на всю округу гостинично-ресторанный комплекс. Марка полуфабрикатов, свой супермаркет, автосервис, ферма и даже парикмахерская. В семейном бизнесе у каждого свои обязанности. Глава семьи отвечает за автосервис, сын – за ферму, а душа семьи и семейного дела Надежда Александровна управляет гостиницей и ресторанами. Есть хорошая поговорка – на одном месте и камень ком обрастает. Вот, наверное, для бизнеса эта поговорка очень хорошая. Поэтому, когда стараешься, двигаешься дальше, бизнес семейный, доверия больше, не надо там что-то, кого-то контролировать, наверное, это вот в данный момент нам дал вот такое вот движение развития вот этого нашего предприятия. Легко, каждый может когда-то заменить друг друга где-то, что я в том же там кафе, что отец здесь на ферме. Мы заменяем друг друга, в принципе, везде и все знаем. Мы, как настоящая семья, мы доверяем друг другу, мы очень часто общаемся, мы живем практически рядом друг с другом. Поэтому и замечательно все. Помогаем друг другу всегда. А еще в семье Кузнецовых не привыкли останавливаться на достигнутом. Можешь сделать что-то лучше – делай. Главное – не стоять на месте. Тем более, что еще и постоянный спрос диктует новые условия. Совсем недавно Кузнецовы открыли еще один ресторан. В первой очереди расписаны на три месяца вперед. Сейчас обучают персонал у специалиста, готовившего даже официантов при правительстве. Еще полуфабрикаты их настолько распробовали потребителей, что теперь производство не успевает за ними. Чтобы и рестораны полностью перевести на мясо собственного производства, и полуфабрикатов производить больше, решено расширить свиноферму с 300 голов как минимум до 1000. Место уже подготовлено. К осени следующего года ферму рассчитывают уже достроить. Чтобы было всегда свежее мясо, чтобы не зависеть от поставщика на мясо. Ну и мясо бывает перебой. Мы делаем свои полуфабрикаты мясные. Они расходятся очень хорошо. Ну и люди знают, что они делаются из мяса, которое свиней этих не кормят никакими витаминами, чтобы они быстро росли или что-то там. Обычно кормят зерном, водой. Свиньи, они выращиваются легко и просто. Там 7-8 месяцев свинья выросла. Сама Надежда Александровна еще и одна из учредителей и член Ассоциации предпринимателей Волжского района и депутат местного собрания представителей. Кто-то решит, что для одной семьи многовато, но благодаря бизнесу Кузнецовых у третьей односельчан есть работа. Кроме того, добрая часть доходов каждый месяц идет на поддержку местной школы, детского сада. Кузнецовы взяли под опеку несколько нуждающихся семей. Помогают администрации в организации мероприятий для сельчан. И вместе с такими же неравнодушными восстанавливают местный храм архистратига Михаила Архангела. В семье Кузнецовых так можешь помочь – помогай. А бизнес от этого не потеряет, ведь в центре его семья – самый прочный фундамент. Надежно, качественно, безопасно – это главное условие производства продукции фабрики спортивного инвентаря «Аналитика». Компания на протяжении 15 лет выпускает спорттовары для общеобразовательных и дошкольных учреждений от гимнастических скамеек до футбольных ворот. К производственному процессу здесь подход особенный. В каждом отделе работают исключительно профессионалы. Деревообработка – одно из ведущих наших направлений. И я хочу сказать, что ежемесячно через руки наших рабочих проходит более 50 кубов древесины. Каждая деталька, каждая полочка изделий или каждый брусочек, они проходят непосредственно через руки. Проходят качественную шлифовку, сверловку, лакировку, двойную шлифовку после лака проходит. И вторичное покрытие латом. Здесь кропотливый ручной труд, а в цеху обработки металла все автоматизировано. Специалисты лишь контролируют процесс. Станок чешский, автоматический, работа в автоматическом режиме. Станок очень простой в обслуживании и в работе тоже очень простой. Сдается программа цифровая. И станок в автоматическом режиме выполняет количество нарезок и размеров. Далее над полученными изделиями колдуют мастера сварки. А уже из их рук выходят футбольные ворота, турники, баскетбольные стойки или ограждения для детских площадок. Финальный этап – покраска. Специалисты – мастера своего дела. Многие работают с момента основания предприятия, как Надежда Кашовская. Она в швейном цехе и начальник, и технолог. Боксерские груши, мягкие модули, маты и сухие бассейны. Оригинального дизайна выпускают под ее чутким руководством. Кроме того, здесь шьют изделия, применяемые в медицине для реабилитации. Это называется «Медицинбол». Этот мячик используется в реабилитационных центрах, там, где люди разрабатывают кисти рук, например, после травмы, после болезни. Они идут у нас из натуральной кожи, из искусственной кожи и из тента. Разные бывают. И также вес у них от 0,35 кг до 6. Объем производства фабрики «Спортинвентаря» – 400 тысяч единиц товара в год. Многочисленные партнеры и клиенты по достоинству оценили качество продукции. Фирма снабжает спортивным оборудованием не только всю страну, но и страны СНГ и Европы. Это предприятие было основано на голом месте. Здесь не было ничего. Мы создали рабочие места, причем половина из них – это из окружающих деревень Горского района. Это поселок Верхняя Постепновка, Воскресенка, Молодая Гвардия, Журавли, Зеленовка. И половина состава ездит из города. У нас ходит вахтовый автобус, который привозит специалистов. С оборудованием фабрики «Аналитика» можно создать все условия для реализации государственных проектов, в том числе в ассортименте компании «Спортинвентарь», используемой при сдаче норм ГТО. Компания по праву занимает лидирующие позиции в отрасли, изготавливая порядка двух тысяч наименований продукции ежегодно. Мы выпускаем по венам спортов, то есть мы выпускаем вот этот стол, который стоит и для амрестлинга, выпускаем легкую атлетику, баскетбол, футбол, мини-футбол, гимнастика, развивающие всевозможные мягкие модули, сухие бассейны и развивающие всевозможные игры. Ассортимент огромный, и мы его постоянно обновляем. «Спортинвентарь» компании можно приобрести в собственном интернет-магазине, а также в крупнейших гипермаркетах спорттоваров по всей России. Качество продукции неоднократно подтверждено многочисленными дипломами различных профильных выставок. Доступные цены и качественная продукция. Торговая сеть «Дубово-Умецкая» почти 85 лет обеспечивает жителей Волжского района товарами первой необходимости – от продуктов питания до промтоваров. Помимо продукции от поставщиков в магазинах сети можно купить продукты местных сельхозпроизводителей. И, как правило, их раскупают в первой половине дня. Мы сюда ходим часто, цены нас устраивают, потому что до города нам ехать далеко. Мы в основном сюда приходим. Ассортимент достаточно всегда. Каждому покупателю здесь индивидуальный подход. Расскажут, покажут, подберут и объяснят. Даже в глубинке, в сетевых магазинах общего значения есть все необходимое. А в специализированных – все для ремонта и хозяйства. Строительные материалы, сельхозинвентарь, бытовая химия. Ассортимент весьма богатый, выбор большой. Вот мне надо было такие вот накера. Я подобрала, вежливо обслуживает, культурно, аккуратно. Мне нравится. Мы вообще довольны здесь. В магазинах торговой сети работает порядка 50 человек. Многие в профессии не один десяток лет. Я работаю в общем где-то 21 год в магазине. Никогда плохого ничего не видела, мне очень нравится. И у нас сам главный директор очень хороший, поэтому и работает хорошо. Условия очень хорошие. Конечно, спасибо нашему руководителю. Он заботится о нас в первую очередь, чтобы у нас было тепло, светло, уютно. К персоналу здесь особые отношения. Так, два магазина названы в честь сотрудников, проработавших в сети больше 20 лет. Работают на совесть и для людей. Дополнительно, значит, еще в этих же населенных пунктах во всех мы оказываем и услуги населению. Это услуги сотовой связи. У нас 9 в своих терминалах, которые установлены по магазинам. Значит, доставляем крупногабаритный груз населению на дом. Производим ремонт верхней одежды, обуви. Кроме того, уже два года в магазинах сети принимают макулатуру от обычного картона до офисной бумаги. Высокий уровень обслуживания предприятия неоднократно подтвержден наградами районного, областного и общероссийского значения. Конечно, без района, наверное, бы развитие такого не состоялось. Я бы не сказал, что помогали раньше, значит, ну вот последние года эта помощь усиливается. В частности, для нашего предприятия это и морально, это немаловажно. Плюс, конечно, если кто-то подходит, там различные гранты и тому подобное. Торговая сеть охватывает пять населенных пунктов общей численностью в 7 тысяч человек. В прошлом году в поселке Дубовый Умед открылся 16-й сетевой магазин. Это первая торговая точка, где сумму покупки рассчитывает не продавец, а специальное устройство по штрих-коду. Новшеством также стало введение безналичного расчета. В будущем это станет нормой для всех магазинов торговой сети Дубово-Умедский. От плохого семени не жди хорошего племени. Эту пословицу сотрудники ООО «Возрождение 98» разделяют полностью. Компания специализируется на производстве элитных и высокорепродукционных семян сельскохозяйственных растений. Предприятие было организовано в 1998 году в рамках областной программы «Ресурсосберегающих технологий». Тогда, 15 лет назад, посевные площади элитхоза составляли 400 гектаров. Сегодня он обрабатывает около 5000 гектаров. Зерновые, зернобобовые, технические, крупенные и кормовые – выбор предлагаемых культур впечатляет. Организация активно сотрудничает с научно-исследовательскими учреждениями Самарской, Саратовской, Липецкой, Пензенской областей, Оренбурга и Краснодарского края. Сегодня можем четко сказать о том, что наш оригинальный материал, первоисточник, который идет для производства семян, только с научных учреждений. Здесь нет никаких посредников, никаких случайных продавцов. Здесь первоисточник только наука. В год предприятие производят 2500 тонн семян зерновых и зернобобовых. Чтобы обеспечить своих покупателей здоровым и качественным семенным материалом, необходимо тщательно соблюдать технологию производства. Если какое-то звено из цепочки выпадает, значит, где-то сегодня это отразится. Вот это самое главное, вот это надо понимать. Допустим, если ты берешь элитно-семенный материал, посеивай его на плохо подготовленной земле, значит, оттуда ты результат не получишь. Это четко надо понимать. Работа с семенами ведется круглый год. В производственном процессе задействовано 30 человек. Труд здесь на 70-80% автоматизированный. Всю продукцию предприятие перерабатывает и хранит только у себя. Сразу после окончания уборочной кампании начинается первичная подработка семян. На помощь приходит зав. Многофункциональная машина для очистки, калибровки и сортировки зерна. Немецкое оборудование позволяет проводить операции на уровне мировых стандартов. У нас есть зав. Современный. Вот. Мы завозим и подрабатываем, доводим до ГОСТа. Вот. И завозим в ангар. Семена хранят в специально приспособленных ангарах. В распоряжении компании их 9. До идеального состояния товар доводит в фотоэлектронный сепаратор. Итальянское чудо-машина калибрует зерно по цвету. Процесс полностью компьютеризирован. На аппарате установлено самое последнее программное обеспечение. Если в пшенице темные примеси сорных растений, одинаковые по размеру, одинаковые по весу, которые мы, скажем, или другие не могут отделить на заве, здесь эта машина легко справляется, отделяет и очищает. Теперь уже безупречная продукция отправляется вновь на склад. В числе партнеров, которым реализуется элитный товар, порядка 100 предприятий из Самарской и соседних областей, а также Волгограда, Алтая и Калининграда. Не останавливаться на достигнутом и дальше приближать качество семян к еще более высоким показателям. Именно такую задачу ставит перед собой руководство компании. Кроме того, в ближайших планах ввод дополнительных культур в оборот и расширение круга партнеров.